Добрый день, у меня Opel Corsa D и на приборной панели после 74 тысяч пробегов начал мигать датчик пониженного давления топлива вот здесь у меня фотография на компьютере причем когда немножко подаешь газу, он перестает гореть я посмотрел, оказывается, уровень массы находился на нижней отметке примерно пол литра слилось и при включенном двигателе, отпущенном газе подкапывало масло из так называемого датчика давления масла вот, то есть он размыкался и давал течь небольшую течь, но кап-кап-кап и так за несколько недель все это выкопало на самом деле это типичная проблема и решается путем замены этого датчика вот он, есть и китайский там на рублей за 200 вот это вот типо германский рублей за 500 вот немецкий то бишь ну в интернете полно инструкций и значит хочу в этом видео вам показать как его поменять вот на самом деле там требуется ключ то ли на 22, то ли на 24 но я воспользуюсь разводным ключом и открутить его и вставить сейчас я вам покажу как он выглядит вот собственно говоря сам этот датчик на фоне фотографии из интернета то есть вот слева подтекает масло то есть здесь просто он накручивается резьба аккуратно нужно открутить, вкрутить и сверху надевается контакт вот он слева изображен он просто руками снимается от контакта отгибанием вот этой вот штучки ничего здесь паять не надо ну вот и прикручивать только сам этот датчик и вот здесь вот так как он содержит себе такую дырочку вот из нее немножечко может сочиться со временем но это естественный процесс то что выходит из строя все это вот поэтому в принципе можете даже с собой в дальних поездках возить такой запасной датчик если случается эта проблема и масло можно с собой возить на всякий случай потому что чем опасна данная проблема тем что у вас может вытечь вытечь масло и у вас двигатель немножечко может даже заклинить как пишут в инструкции к автомобилю спасибо большое за внимание сейчас я спущусь вниз и начну менять этот датчик ключ на 24 вам потребуется открываем крышку капота с помощью этого ручка открываем крышечку фиксируем ее обязательно дальше снимаем клемму минус аккумулятора где таким большим ключом это делаем зачем-то для этого просто ослабляем вот этот лент и клемму поднимаем оно может немножко прикипеть внутри в сторону ее так вот отводим сюда это для электробезопасности делается теперь собственно говоря сам датчик вот он видите такой жирненький если включить сейчас двигатель то из него будет отсюда вот сочиться масло и вот он забрызнул даже здесь не кондиционер вот здесь вот эту штучку сейчас легко мы туда поднимем и начнем аккуратно чтобы не задеть ничего другое надо ключом на 24 откринчивать так аккуратненько еще раз делаем немножко сильно делаем там 24 делаем так в общем сейчас я стараюсь аккуратно без записи это сделать естественно был датчик с некоторым усилием прикручен поэтому не риснул я тогда выкудил вот теперь аккуратно выкручиваем возможно небольшие отеки масла здесь я отобнил просто снял провод который идет в блок управления теперь откручиваем вот потом может быть посмотрим как этот датчик выглядит вот видите моторное масло слегка измотан несколько оборотов делаем и вытаскиваем здесь говорят бы прокладочка резиновая где-то которую нужно не потерять но пока я ее не вижу вот все сняли этот датчик вот масло немножечко остатки сочатся вот из него вот они внизу высочились такое темное масло и вот этот датчик выушный сейчас мы укладем аккуратненько по ворам в сторонку потом его выкинем и начнем вставлять на лун видите датчик почернел весь аж вот 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 вкручиваем сначала рукой естественно по часовой стрелке вот и финально затягиваем ключом чтобы он по дороге не отвалился но тут достаточно длинная такая резина поэтому самым вряд ли он крутится вот но все-таки с необходимым усилием аккуратно что другое еще не задеть мы сейчас его закрутим позвольте я это не буду снимать ну как то вот так вот ну и его закручу чтобы двигатель просто не проладить случайно а то я как то снимал вот за фомиксель и себе палец порезал так что пока прекращаю запись ну что все я закрутил с каким то разумным усилием значит запомнил что здесь наверху буковки в таком у меня положении и теперь возвращаю на место вот этот вот контакт вот его менять не надо то есть он несменный вот он так вот идет и защелкнулся все осталось теперь когда будете менять обязательно возьмите тряпку потому что нужно будет протереть здесь излишки масла и с рук какие то салфетки хотя бы все у меня ли датчик теперь обратно сейчас я накинул клемму и мы посмотрим с вами на результат течет или не течет завел двигатель масло перестало течь вот ну пожалуй здесь самый сложный момент это выбор усилия с каким нужно затягивать главное достаточно с нормальным усилием все это затянуть вот теперь посмотрим на датчик в автомобиле вот датчик не горит и даже вот мы сейчас слегка подгазуем все нормально ну ладно спасибо за внимание ну и заключение можно сказать что обязательно нужно проверять давление уровень масла вот он должен быть на середине здесь такие 4 листочки и должно быть где-то посерединке вот спасибо при этом это на горячем двигателе но дайте ему остыть минут 10 и должно быть посередине спасибо большое за внимание спасибо спасибо